МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Поговорим сегодня о том, что у нас на голове. Ну, у каждого по-своему. У кого-то абсолютно ничего, у кого-то совсем ничего, а у некоторых даже вполне себе ничего. Одним словом, речь пойдет о волосах, а вернее, о прическах. Когда была создана первая прическа, не знает никто. История парикмахерского искусства насчитывает не одно тысячелетие. Уже охотники на мамонтов использовали костяные гребни. Женщины каменного века укладывали волосы горизонтальными рядами или зигзагообразными уступами, а также заплетали их в косы, перевязывая ремешками или шнурками. Древние египтяне носили парики. В настоящее время египтологи по фасону парика могут практически безошибочно датировать ту или иную статуи фараона, вельможи или придворной дамы. Например, в правлении фараона Аминхотепа III в 15 веке до н.э. представители знати носили пышные парики с разделенными концами, оставляющими открытыми уши. Обычно парики были темно-коричневого или черного цвета. Просто людины париков не употребляли. По-трам мужчины подставляли свои головы цирюльникам, которые брили своих клиентов нагло. Ни бород, ни усов египтяне не носили. Лишь во время официальных церемоний фараон подвязывал золотую фальшивую бородку длиной от 10 до 15 сантиметров. Женщины тщательно заплетали пряди волос косички и стригли их на уровне плеч, укрепляя на голове с помощью тонких нитей, обручи, диадем, заколок и гребней. Концы волос сокручивались в мелкие трубчатые локоны. В древней Месопотамии мужчины отпускали волосы до плеч и зачесывали их назад, оставляя уши открытыми. Волосы обычно завивали, а концы подвертывали валик. Знатные особы убирали волосы в сетку, скалывали на затылке заколкой, либо связывали цветными лентами. Цари и их приближенные отпускали окладистые бороды, придавая им прямоугольную форму. Пряди бороды закручивали в трубочки и укладывали плотными рядами. В некоторых случаях вместо трубчатых локонов заплетали косички, перевивая их златыми нитями. А вот евнухи и жрецы не носили ни бород, ни усов. Жрецы, кроме того, полностью сбривали волосы на голове и теле. Рабам выбривали волосы от олба до темени. Женские прически были не менее разнообразны, чем мужские, и, видимо, мода на них менялась довольно часто. В Библии немало говорится о сакральной, а иногда и роковой роли длинных мужских волос в судьбе их обладателей. Знаменитый силач Самсон, будучи назареем, то есть посвященном Богу, носил длинные волосы, служившие источником его необычайной силы. Истребивший немало филистимлян, Самсон нарушил обет Назарея, поддавшись страсти к коварной филистимлянке Далиле. Та хитростью погубила силача. Выведав у него его тайну, Далила усыпила Самсона, после чего остригла его волосы и выдала потерявшего чудесный дар Назарея его врагам. Ослепленный и закованный в кандалы Самсон раскаялся, и Бог вернул ему силу. Как только волосы вновь отросли, Самсон обрушил кровлю храма, погубив и себя, и множество филистимлян. Прически древних греков отличались изысканностью. В глубокой древности греки делали прически из длинных, тщательно завитых волос, которые не спадали на плечи и спину, или собирались в пучок. Со временем, вместо длинных волос, мужчины стали носить аккуратные прически из подстриженных крупнозавитых пудрей. В особо торжественных случаях молодые люди укладывали локоны над олбом, наподобие банты. Густые, вьющиеся волосы, желательно золотистые, и ухоженная борода служили лучшим украшением свободно рожденного Эллина. Со временем борода вышла из моды. В эпоху эллинизма и римского владычества бороды носили почти исключительно философы. Причесывание, окрашивание, волосы, завивка производились специально обученными рабами, коломистрами. Пепельные или золотые волосы гречанок, завитые в локоны, разделялись на прямой пробор, с олба и боков зачесывались назад и искусно убирались в узел на затылке. Сами прически украшались диадемами, бусами, обручами и лентами. Оригинальную прическу ввела в моду в середине V века до н.э. знаменитая афинская гетера Аспазия. Завитые волосы укладывались крупными объемными валиками вдоль головы от олба до затылка и перевязывались двумя лентами. Прически древних римлян изначально были весьма просты. Самой характерной была прическа с густой челкой, закрывавшая весь лоб до бровей или доходившей до середины лба. На скульптурных портретах эпохи республики мы не видим вычурных или сложных причесок. Мужчины аккуратно подстрижены, многие довольно коротко. Молодые римляне чисто выбривали лица, а в зрелом возрасте начинали носить бороды. Во времена Римской империи мужские прически стали более разнообразными. Они утеряли отпечаток аскетизма и суровости и приобрели некоторые черты вычурности и изнежности. Римские женщины носили прическу, которая состояла из завивки волнами и кос, уложенных поверх нее с затылка до лба. Делали высокие и сложные прически, в которых сочетались разного вида локоны, расположенные ярусами. После падения Западной Римской империи популярные у римлян короткие прически надолго вышли из моды. Германцы обычно подрезали волосы на уровне плеч или немного выше. Отпускать волосы ниже плеч было привилегией знати. У солических франков носить длинные волосы могли только члены королевского рода, поэтому правители из династии мировингов называли волосатыми королями. Над олбом волосы перехватывали ремешком или металлическим обручем, который иногда украшали драгоценными камнями. Молодые девушки носили волосы распущенными. Замужние дамы должны были прятать волосы под покрывалом, чтобы только муж мог любоваться их красотой. Непременным условием средневековой красоты были кудри. Их завивали с помощью щипцов и специально разогретых палочек. В эпоху позднего средневековья женщины должны были укрывать волосы чипцами, косылками, покрывалами, а вид непокрытых женских волос считался греховным. Женщины носили длинные волосы с пробором посередине, заплетали их в косы и убирали на затылке. Молодые девушки также аккуратно собирали волосы в косы, переплетали лентами и сверху укрывали накидками. Мужчины зачесывали волосы назад и убирали их в пучки, носили бороду и усы. Парикмахерское искусство в то время особенного развития не получило. В эпоху Возрождения в прическе обязательным условием был открытый высокий лоб. Для большей выразительности модницы стремились увеличить высоту лба, сбривая часть волос над ним, причем зачастую сбривались и брови. И теперь парикмахерское дело получило новый импульс к развитию. С оглядкой на прекрасную античность, прически вновь стали сложными с применением дорогих украшений, перьев и диадемтов. Судить об этом мы можем по картинам Сандра Боттичелли, которого вдохновляла Симонетта Веспуччи, первая красавица флорентийского ренессанса. Мужчины же в те годы носили длинные волосы до плеч, брили бороду и усы. А вот о том, что дальше делали люди со своими шевелюрами, мы поговорим уже в следующий раз. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова